Девушки отдыхают 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 Я узнала то, что, ну, короче, вчера показ был по телевизору, все видны, мне позвонили и рассказали все подробно, но я не знала. Ну, Эрика. Ну, что? Ну, какие могут быть разговоры, если ты цветешь после... После того, как вы в домике наедине остаетесь, какие разговоры, да чихать на эти разговоры. Зеленоглазое такси, притормози, притормози. Привет. И забери меня туда. Что происходит? Ты почему черный? Я покрасился. Эрика? Я вам, видишь, подстригла. Ну, хорошо. Как ты себя чувствуешь в этом образе? Да, он нормально. Черныш. Да? Ты даешь, конечно. Саш, ну, хорошо, что ты открыт для экспериментов. Это так здорово. Чего? Мне кажется, твое нахождение здесь – это один большой эксперимент. Я тебя с этим поздравляю. Я покажу. А это что такое? Это завтрак, который называется «Скорое голосование женское». Утро практически. Я лежала уже практически сонная, что я даже не помню. Мне говорят, Саша был в трусах, все говорят. Так. Петербург! Ура! Не может быть! На этом голосовании на женском я сама уйду вместо грунта. Ну, прекрасно. Я даже не смогу. Ну, ты чего глупости говоришь? Куда ты уходить собралась, Эрика? Ну, ты чего? Ну, ну… Привет. Здорово. Как дела? Привет. А у меня, в общем-то… В общем, меня пригласили сегодня на похороны. Там у подруги хомяк сдох. Ну, я купил цветы и опоздал. Похранили без меня. И… А цветы остались, и я думаю, что им пропадать. И… В общем, это тебе. Хомяк был отличный. Редиской звали. Держи. Когда же они все успели сделать-то? Я не знаю. Всю ночь, что ли, там стояли заплет. И так еще до вечера. Всю ночь стояли заплетают. Ну, молодцы. Ты представляешь, ты такую идею никогда никого за три года не посещала на Дом-два. Угу. Ну, хоть и дурью-то мается. Ну, не буду с тобой разговаривать, я еще… Будешь. Не буду. Будешь. Не будешь. Будешь. Просто поговорить. Не хотим от тебя пребываться. Не хотим. Выяснить все. Ну, а? Почему нет? Нет. Ну, почему же нет? Там. Ну, это же глупо просто говорить вот так вот. И ничего не объяснять. Ничего же не понятно. Привет. Хоть бы в поддержку с цветов бы подарил. Поддержку. Внимание. Как дела-то? Супер. Да? Офигенные дела. Кого выгоняем на женском? Не знаю. Тебе, Наташа, нужна, скажи, пожалуйста? Мне? Да. Эм, Наташа Кривозуб. Ну, такая, Наташа, мне не нужна. Может, ее нужно, понимаешь? Если бы ее здесь не было на самом деле, я вот сейчас ни на что не намекаю. Бог с ним и голосованием. Как будет, так будет. Но если бы ее не было, тебе было бы легче. Просто легче. Я тут с вами хорошо спалась, да? Одной. Да, Эль? Хорошо, да. А мне, знаешь, плохо спалось. Я же не спал почти без тебя. Не выезжаю сегодня, Доника. Приезжаю сюда. А ты хоть там, там, сяло, и делю в Москву, и спальню. Никаких отношений, вот что, выстроить не буду. Ребят, итак, на задании сегодня следующее. Вот, видите, перед вами две доски. Их нужно будет закрепить. Каким образом, я вам сейчас покажу. Поэтому берем шуруповерт, берем саморезы... Подожди, подожди ты! И приделываем перила. Подожди, работают те, кто в форме, мы не работаем. Так, секунда. Давайте. Мы же без формы. Так, 4 к 4. Как нам делать, да, Ксюша? А ты без саморезов, да? Почему? У меня есть саморезы полный кармашек. Да, оттягивай. Ребят, второй перил, тоже укрепляйте его. Давайте. Укрепляем, прикрепляем. Что у вас за жизнь начинается, Наташа? Расскажи мне. Да, у нас дружеские отношения такие. Да, спать под одним одеялом, да? Веселиться, прикалываться. А? Веселиться, прикалываться. Ну, да, наверное, я не знаю, я все как бы... Ну, знаешь, ну, конечно, очень здорово, что она с тобой так клево проводит время, но при этом она всех уверяет, что она пришла к Рустаму. Так, я вчера сказал, я уже вчера, ну, когда ты здесь разговаривал с Эмом, я сказал, что после некоторых выводов я сделал, она мне абсолютно не подходит. И ей это сказал. Ну, что, я смотрю, ты освоилась уже, чувствуешь себя как дома здесь, интрижки крутишь. Это врачал. Ну, что ты за игру затеяла? Расскажи. Ну, скорее всего, это всем кажется, что я такой плохой, коварный, злой человек, затеяла. Ну, как, ну, смотри, пришла ты к Рустаму. Угу. При этом с Сашей проводишь время сейчас. Наверное, Саша сам время проводит со мной, потому что я... Ну, ты не прочь. Ты же не сопротивляешься. Мне, как бы, ну, скучно было. Вот. А тут был Саша. Подвернулся. Под горячую руку. Угу. И ты этой горячей рукой, собственно говоря, решила его погладить. Ну, слушай, подожди, ну, вроде как, сначала она тебе нравится. Если она тебе не подходит, почему ты сделала такую игру, что нужно? Так, ну, Ксюш, вот тебе бы подошел молодой человек, который считает девушек своими друзьями, залазил с ними под одну кровать, под одно одеяло. Причем там не в одежде, а мы в трусах так. И там целовал их в шею, они его целовали в шею, там, гладили друг друга, ласкали. Она это все позволяет себе, да, с тобой, но при этом... Да, но потом, как бы, когда я это все высказала, она говорит, я, говорит, ничего не помню. Дело было так, было утро практически, я лежала уже практически сонная, что я даже не помню. Мне, говорит, Саша был в трусах, все говорят так. Вот. Я не помню этого, я не помню, в чем он был, и мне вообще... Мужчина, в принципе, вот в своей обычной жизни так тоже разрешаешь на твоей кровати, сверху тебя, лежать и даже не помнишь, в трусах был мужичонка или без трусов, или в чем еще. Это как бы для тебя нормально. Если мы друзья, если у меня в гостях мало людей. То есть пришел к тебе в гости друг, ты говоришь, ну, что, ложись, что, в трусах, без трусов, полежи на кровать. Снимай штаны, друг. Нет, Саше же я не сказала, ну-ка, ложись на кровать. Ну, он сам парит самостоятельно, ему говорить не надо, он сам активный у нас. Вот. Сначала он присел, они... Не, ну, просто девушка, знаешь, такие объяснения из серии «Я не виноватый», он сам пришел. Шуруповерт был бы не севший батарейкой, было бы, конечно, замечательно. А что, села батарейка? Не знаю, что у нас вечно шуруповерт с севшими батарейками. Вон Роман вручную. Это уже аксиума. Это уже аксиума. Ну, что, ну, принесите батарейку. Что, не работает вообще? Ну, батарейка севшая, видишь, он должен... И-и-и-и, вот так. Ей постоянно кто-то звонит и говорит, что этот малолетка тебя использует. Кто ей звонит? Я не знаю, кто ей звонит. Тут из-за ее знакомых? Ну, да, наверное. Я говорю, что вообще, что происходит она? А почему она с тобой будет обсуждать? Я не знаю, она молчит, вообще ничего не говорит. Понимаешь, я причину не знаю. Ну, то есть я говорю, скажи мне хотя бы причину, чтобы я знал. Она говорит, вот мне... Ну, то есть люди звонят, и я делаю выводы. Какие она выводы делает вообще? Может, таким образом пытаются мстить тебе за твои какие-то звонки из-за телефона? Так у меня этих звонков, понимаешь, уже, знаешь, не было сколько. Ну, что у вас случилось, Ерик? Что за таинственная смс-ка пришла, после которой ты перестала разговаривать с Володей? Просто мне прислали вчера, ну, то, что в эфире было, ну, подружку увидела. Она мне все рассказала, ну, я это знала, но в общих чертах. Я деталей не знала, как он писал. Ну, Хим рассказал своей девушке, по-моему, Инна ее зовут, что он ее любит все еще. Но так как я уже полюбила этого человека настолько, что мне сейчас так больно, что я не знаю, Роксину. У меня было полное ощущение, что ты ему на самом деле нравишься. Я не понимаю, как можно было так тебя обманывать. Ну, он тоже мне вчера писал такие смс-ки. Знаешь, он в домике был, я здесь начала, женская. Ну, такие смс-ки, но это явно не для эфира сделано. Ну, ты мой, сколько красиво. Прекратися. Я боялась, темно это. Прекратися. Ты понимаешь, она говорит, я влюблена, понимаешь, я же это чувствую. Ну, то есть мы вот лежем вместе, она говорит, я влюблена, то есть все. Ну, вот я чувствую это, понимаешь? И ей вот кто-то звонит, и она... Ну, а с чего люди могут сделать такие выводы? Вот, может быть, ты как-то себя неправильно вел в те дни? Не просто так же люди будут говорить, она тебя использует. Значит, на это есть какие-то причины. Я не знаю даже, знаешь. В те дни я тоже себя нормально... Вспомни, свои разговоры какие-то, свое какое-то поведение. Так вот я не помню такие разговоры. Таких не было даже разговоров каких-то, чтобы меня как-то скомпрометировать можно было. Угу. Не было вообще такого. Ну, ладно, тогда с ней еще надо поговорить. Ну, ты точно за собой ничего такого не... Конечно. Я вот, понимаешь, я... Это ее, правда, действительно влюбленные. У меня очень большая симпатия, понимаешь? Мы настолько уже вот... Свои, как бы, вот, вообще. Привык к ней, да? Да, вообще. Ну, ладно. А на что пойдешь, чтобы вернуть ее? На все. На этом голосовании на женском я сама уйду вместо кого-то. Ну, прекратите. Я тоже не смогу. Ну, ты чего глупости говоришь? Куда ты уходить собралась, Ирика? Ну, ты чего? Ну, не пари горячку. Ты вот, честно, говоришь это, и ребята будут против тебя голосовать. Ты что? Может, прям любишь? Ну, он действительно говорил, что его многое с этой женщиной связывает. Ну, это все прошло уже давно. Привет. Может, хватит заниматься? А что такое? Прости, я мокрый. Как дела? Нормально. Давай паузу устроим. Сладкую? Сладкую. Тебе придется мне сначала спину промокнуть. Ты вредина. Я, я вредина. Пойдет? Пойдет, спасибо. О, какая пышня. Мне так нравится что-то высокое. И красивое. Так, давай колись. Что у тебя? Вот, смотри, какое сладкое предложение. Спасибо. Слушай, малышня, мы с тобой... Мы с тобой должны поехать на свидание. Поедешь? Естественно. Завтра. Я надеюсь, ты не передумаешь. Я не передумаю. Ну-ка, ну-ка. Ты так же пахнешь, как и он. Это очень хорошо. За нас. За будущее. Блики. Петербург, ура! Не может быть. Ну, народ идет туда, надо идти туда. В ту сторону. Попервые в Петербурге просто. И вот... Еще и погода подвезла. Солнечная. Ну, все за наше романтичное свидание, как мы его назвали, не романтическое, а романтичное слои подачи. Большое тебе за это спасибо. Да? Ты зачем целуешься с моей сестрой? Это было... Это было... Случайно, нога поднималась просто. Так бывает. Хорошо, я состряпываю блондинку и поверю. Просто я подумала, неужели ты думаешь, что нас можно поссорить такими действиями? Ну, верно, что нет. Смотрю, у меня подбородок дрожат. Что это знание? Это значит, что я раскаиваюсь. Поверила? Правильно, давай лбами. Дорогая. Да что? Дорогая, я хочу, чтобы ты потрясающе выглядела на обложке своей книги. Ты была особо неотразима, чтобы были огромные тиражи и супер продажи. Пойдем, заходи. Это фотостудия, где ты будешь сниматься на обложку. Стек, я так все знаю. Не обращайте внимания, это Стек. Здравствуйте. Здравствуйте. Алёна. Степан. Олег. Олег, очень приятно. Вы фотограф? Я… Так, значит, мою женщину не трогать в процессе съемок. Всем привет. А то я вам покажу, Кусикину мать. Степан, хватит все так вести. Меня можно, кстати, трогать. Ну, что ты мне, Сатулька? Что ты куда-то щемишься? Сюда быстро губы подставила. Да не Степан, все хватит. Ну, ладно. Боже мой, какой медвежонок, посмотрите. Где взяла? Почем брала? Кто подарил? Любовник. Любовник? Да. Тимур Батрутинов, его имя. Любовник. Я ваше ложе усилю тюльпанами красными. Что ты меня выгоняешь-то? Куда ты? Я должен, как… контролировать все процессы, которые должен быть. Значит, нам нужно сейчас отснять первый кадр, попробовать свет, потому что я впервые тебя снимаю, и мне не совсем понятно, какой свет будет идеальный. Ну, Эль. Ну, возьмите. А ты кричал, что любишь меня? Повтори, я, может, не слышал. Элька, я люблю тебя, на самом деле. Прикол. Хватит, скажу. Наш Мариотт, который, то есть Вова, оказывается, женат. Ну что же, ребятушки, нам пришли интересные смс-советы, будем на это надеяться, и прямо сейчас начнем их зачитывать. Степан, а в чем ты харизматичнее Димы? В том, что написал наипохабнейшую песню «Бабы», которая может нравиться только таким же недалеким провинциалом, как ты и Алена. Или очень оригинально и эстетично твои притопы ногой, а уши твоей внешности провинциального шута и говорить нечего. Один опломб хитрогиены. Вот и вся твоя яркость дутая. Ну и Степа, будь всегда таким, каким ты сейчас, и в конфликты старайся не влезать. Хорошая есть смс-ка, больше, правда, не очень хороших. Степа рада за вас, Алену, забудь Боню, как страшный сон, и Алена будет хорошей матерью и женой, хоть она и стерва, зато не соскучишься. Поздравляю. Мы находимся в Санкт-Петербурге, и сегодня я пришла к Бузовой Ольге в гости. Мы будем обсуждать последние новости проекта. Ольга, ты что? Я ушла из проекта. Это я слышала, я в шоке, если честно. Как ты ушла, если была мужское голосование? Просто я стромко общалась, он мне позвонил и сказал, что так-то и так. Я вообще не поняла, что произошло. Можешь мне рассказать нормально, что произошло? Самое главное даже не в то, что я ушла за Антоном Потаповичем, потому что он был моим партнером, и смысла мне там находиться не было, я не видела. Самое главное, что было потом, Оля. И когда мы вернулись за вещами, заходит Стёпа в старый дом. Может, тебе помочь, типа, собрать что-то, вынести? Я говорю, нет, Стёпа, всё нормально, спасибо, не переживай, всё хорошо. А потом, значит, Наска вытащила всех девчонок, они убежали. Он так стоял, стоял, смотрел на меня, смотрел. И говорит, дура ты, говорит. И мы обнялись, знаешь, стоим с ним, обним. Я понимаю, что вот всё равно вот эти эмоции, родной человек. Я говорю, что прости меня, если можешь. Он такой дурочкой, ты, говорит, зачем ты это сделала? Говорит, зачем ты ушла? Мы, говорит, сейчас так с тобой были вместе. Он говорит, зачем ты всё так сказала? Он говорит, зачем ты такой дурак? Я не могу понять. Я понимаю, что он меня любит. Стёпа и Алёна, браво, вы снова вместе и со своими главными качествами, алчностью, цинизмом и вульгарностью порвёте всех. Ага, между прочим. У тебя кому? Я, Алёне Водонаева, СМС. Да, здесь, естественно, очень много СМС на тему её драки с Боней и вот на тему свадьбы Алёны со Стёпой. Так, давай. Алёна, над этими с ведущими Степан сказал, что его тошнит от тебя. Зачем тебе такие отношения? Не повторяй прошлые ошибки. Наташа, Санкт-Петербург. Ну, это действительно было так, Стёпа сказал, такое надо. Ну, такой брак бывает, наверное. Алёна, Стёпа говорит, что его тошнит от тебя. Свадьба с таким человеком – бред. Так кого друг друга тошнит? Стёпа от Алёны или Алёна от Стёпы? Алёна, не наступай на старые грабли. Зачем тебе Стёпа, Ира Москва? Значит, нам нужно сейчас отснять первый кадр, попробовать свет, потому что я впервые тебя снимаю и мне не совсем понятно, какой свет будет идеальный. Поэтому мы сейчас пробуем уже по модели. Ира Москва Алёна, не гони на Боню, веди себя скромней. Ай-гулай из города Урай. Ай-гулай. Алёна, молодцы, утерли нос шмаре и его как бы невесте. Алёна, ты красивая девушка. Боня завидует тебе. Не обращай внимания на оскорбления Бонни и Потапа. Это два психа, а на больных не обижаются. Она хабалка и сплетница, а он умственно отсталый тормоз. Им ли тебя кричит? Ну, они, в общем-то, уже канули куда-то, мне кажется, нет смысла в этом смс. Оль, я не знаю, что делать. Я вот хотела спросить, посоветоваться с человеком, кто сейчас там трезво может оценить, не находится на проекте. С стороны немножко. Мне нужен твой совет, я не знаю. Я думаю, что Алену он не любит. Я думаю, что их отношения, это просто им выгодно сейчас быть вместе. Они, безусловно, они друг друга поддерживают. Безусловно, они дружат. У них есть какие-то общие планы. Он ее, может быть, уважает. Как-то любит по-сестрински, жена ему как сестра. Но отношений у них серьезных, я уверен, не будет. То, что у них сейчас отношения какие-то, это все, я считаю, так, знаешь, ради шоу, ради проекта. А то, что у тебя он еще не забыл, и это правда, я знаю, я уверена, что... Такая жизнь, но, к сожалению, всего есть свое начало и всего есть свой конец. Мое пребывание на проекте, оно закончилось. И даже вот пусть вот так внезапно для меня, да, но... Неожиданно вообще, неожиданно. Неожиданно, но я надеюсь, что я оставила хоть капельку доброй памяти о себе. Да, конечно. Очень этого хотела. Что сделал Эрике Вова? И Саша Говозов помощник. Говорю. А много вещей, много чего переносить? Много, много, он еще поносит. Ты можешь поговорить с нами? Мы хотели с тобой поговорить на другую третью тему, не твой переезд. Ага. Скажи, пожалуйста, как ты вообще, вот, как ты себя вообще чувствуешь сегодня? Ну, ты сказал, другая тема, спрашивай другую тему. А, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, почему ты такая красивая? Объясни, пожалуйста. Объясни. А? Объясни. Объясни. А вот Марио сидит, ты знаешь, что он страдает? Знаешь, конечно. Марио, ты что-нибудь еще поговоришь с ней? Что ты объяснишь? Так мы говорили уже. Нечем. Что значит, объяснишь? Нечем. Слушай, а это правда, что ты такая мудрая, хорошая девушка, ты слушаешь тех, кто тебе звонит и говорит, что он тебя пользует? Да, правильно. Это правда, что ты пускаешь? Рустам, отпусти меня, пожалуйста. Я не держу тебя, ты уже сама сидишь. На колышке. Ну, все, Рустам, идет у тебя Эрику. Будешь сидеть, дождаешься? Что? На. Не знаю, как насчет меня, я думаю, что нет, но вот Гобозов точно не может потянуть. Есть девочка, которая Вову знает. Вову знает? Нет, пусть найдет и побольше там, чтобы съездить, узнать, сфоткать ее. Красиво, то надо красиво мучить. Появиться там ее, там звонок, она открывает дверь, сфоткал. Как зовут? Как зовут? А вот этого знаешь, знаешь. Прикол. Хочешь скажу? Что? Говорите. Наш Мариотт, который, то есть Вова, оказывается женат. Эрика и Вова не разговаривают. И они что-то скрывают от нас. Видимо, от Вовы тоже плохо пахнет, как от Сергея Павловича. Ну а пока мы встречаем девочку в резиновых зеленых сапогах и в балахоне и с ней вместе школьницу. Прекрасно. Только они не резиновые, а замшевые, а так все почти что в цели. Так вот, ученики опаздывают на занятия. Ну что ж, начнем тогда именно с тех, о ком уже начал говорить Степан, с Эрики и Володей. Володь, помимо того, что на тебя наговаривают, что ты хочешь ее использовать, говорят и другое. Например, говорят, что ты женат. Это правда? Вы что, ребят? Нет, конечно. Я даже могу паспорт показать. Покажи, покажи. А дети у тебя есть? Я сейчас все покажу. У меня всегда с собой паспорт. Ну давай сюда учителям, то мы как раз и проверим. Учителя, смотрите. У меня в паспорте тоже стоит штамп, семейное положение девственно чистое. Ну а теперь хочется послушать Антона. Антон, с чего ты взял такую информацию, что Володя женат? Я взял со своего телефона эту информацию. Мне прислали человек, прислал сообщение, что... То есть ты что, веришь всем сообщениям, которые приходят тебе на телефон? Так а почему я верю? Я спросил, факты есть какие-то? Ну ты понимаешь, что в принципе сейчас ты стал рассадником сплетен. То есть сплетником, человеком, который... Ну получается, значит, так стал, да. Ну может быть ты извинишься перед Володей, потому что сегодня, например, из-за твоих таких... Так я к ней подошел сам... Пойми, Антон, ведь ситуация простая. Вот из-за твоих таких вот интрижек мелких пострадал реальный человек. Не который тебе виртуально слал по телефону сообщение, а абсолютно реальный Эрика, которая сегодня весь день проплакала. Она не из-за... Я сказал Эрике вот только что перед ломным местом. А зачем? А это их не проблема. Я не знаю, спросите у Эрики из-за чего. Эрика, ну вот после того, как мы обнаружили, что все-таки Володя свободен и не женат, твое настроение улучшилось? Нет, на самом деле я до этой новости была расстроена тем, что это началось вчера, на самом деле. Вот, вчера мне тоже пришла смс и ни одной из звонков. Просто показ вчера в эфире был то, что как я уехала за периметр с ночевкой, а Вова остался здесь. Когда ему пришли, а когда он писал смс-ку своей бывшей девушке, да? Вот я сейчас уже задумываюсь, а надо ли мне вот это вот, если человек влюблен, любит другого человека? Смотри, подожди, подожди, подожди. И дайте мне говорить. Когда пришел Вова, ты ведь тоже еще любила своего бывшего? Я тоже хочу это сказать. Мы сейчас влюбились друг в друга и все. Какая разница, что было раньше? Он любил, ты любила. Подожди, еще в течение дня я узнаю, что мне Ира рассказала, что он подмигивает девушкам на прессе. Ну, что это вообще такое? Ребятки, можно я сделаю заявление? Давай. Я хочу сделать сюрприз Лерике сейчас. Ну, вспомни. Вспомни, Вика, да, Вова… Ура! Ура! Так, свадьба! Эрика! 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 Степа, помог! Давайте заставим Эрику смотреть. Сейчас будет дело на предложение. Смотри, сучка, какой он тебе сделал подарок. Ну смотри, Эрика, ну пожалуйста. Ну подожди, еще сейчас вот все будет. А то ты не будешь, а то мы тебя заставим есть. Смотри, Эрика. Эрика, ну красиво. Эрика. Боже мой, Эрика. Эрика, я возьму тебя. Ну посмотри, Эрика. Ну понимаете, Эрика. Эрика, посмотри сюда. Эрика. Эрика, ну он ждет. Ну посмотри, Эрик. Эрика, скажи хотя бы спасибо. Неприятно вообще за тобой наблюдать. Тоже переживаю. А я переживаю. Вы на кого заметили. Тихо. Никакие СМСки не должны расстраивать тебя. Тем более какие-то там, которые не имеют под собой смысла. Ну это же глупо. Ну, Эрик. А ты кричала, что любишь меня. Повтори, я, может, о ней слышала. Эрика, я люблю тебя. На самом деле. За эту вот неделю, которую я здесь, я очень привязался к тебе и полюбил тебя. Да, это на самом деле так, ребят. Ура! Ну поцелуй. Ребят, мы за вас очень рады. Очень не хочется огорчать этот момент. Вот я сейчас хочу обратиться к Наташе. Наташ, скажи, пожалуйста, вот у тебя в какой-то момент, может быть, в жизни, тогда я тебя пойму, было дикое разочарование в мужчинах, а чего ты такая вредная? Можно узнать? Я вредная. Сегодня цветы подешевле, а Сергей Павлович воняет, ну... Ноги у Павловича. А моя розочка на короткой ножке. Да, Наташ, вот тебе тоже сегодня дарили цветы. В тот же момент никто не обсуждал, подешевле они или подороже. Да потому что они были подарены стильно. Что? Особенно. А сейчас не стильно Володе подарил? Там сердце горит, ну что? Нет, ну сейчас тоже стильно. У тебя вообще какое дело? Ну, а зачем ты тогда сейчас вот такие... делаешь высказывания? Сегодня цветы подешевле. Ну, потому что в прошлый раз были розы, а в этот раз не розы. Какая роза, Наташа. Какие цветы? Эрика так страдала. А можно я скажу, по-моему, это Эрика страдала, это их отношения. А одному человеку, Эрике, нам, наверное, больше, как бы, лучше знать, какие ей цветы подарить, подешевле или подороже. Когда он тебе будет дарить цветы, тогда ты, моя дорогая, ему будешь говорить. Я тебе недорогая, закрой рот. Рустам, а вот тебя не смущает, что твоя девушка, такая же стокосердная, а? Во-первых, Наташа не моя девушка, да, Наташа пришла ко мне, у нас сближения еще не произошло, и... И вряд ли теперь произойдет. На самом деле, на самом деле, внимание ребят даже такого характера мне приятно к Наташу. Но, тем не менее, цветы ты ей подарил. Подарил, да. И я, более того, я хочу пригласить Наташу на романтичное свидание. И меня... Нет, это романтичное свидание именно. Романтическое, это у тебя, Саша. А пригласить ее сестру Иру ты не хочешь, Рустам? Ира? Нет, не хочу. Я хочу пригласить Наташу, а мне нравится, что Наташа не курит, и мне нравится цвет ее волос. А ее высказывание тебе нравится по отношению к ребятам? А это можно подкорректировать. Ну что ж, займемся коррекцией и увидимся с вами сразу после рекламы. Какара, сожжем большой костер и сожжем ее на нем Наташу. Это не высказывание, это глупо. Алена, не парься. Нас с тобой нельзя поставить. на все вместе. И с человека поговорить просто. Она скажет, да, нас нельзя поставить вместе, кто ты, кто я, или еще какую-нибудь всякую фигню начнет нести. У нее нет мозгов, она показывает, это второй день. Она полная дура, у нее такая умная сестра, и она такая дура. Привет. Да. Плохо. Смотри, если ты стоишь в позе по отношению ко всему коллективу, если у тебя есть что сказать, если ты говоришь хлестка, то говори хлестка до конца, не съезжай, не переводи тогда все на шутку. Будь острой до конца, это раз. И будь готова к тому, что тебя даже будут ловить на мелочах. Поэтому не позволяй себе никаких косяков с мелочами. Ничего, понимаешь? Угу. Пойдем. У нас тут очень жестко все, понимаешь? Очень жестко. Я не хочу, чтобы никто не жал тебя. Понимаешь? Никто. что ты мне говорил, какие-то выводы ты сделала? Потому что вот эти вот смс-ки прислали, да? Звонили, потому что. Ты понимаешь, я до сих пор вот не понимаю, каким образом как я тебя использовать мог. Как? У нас создалось впечатление, что Алена, когда меня первый раз увидела, она бы мне как эту соперницу почувствовала. Она именно так со мной начала общаться. Как соперница? Я не понимаю, в чем дело, как бы. Ей вообще об этом не нужно думать. А ты скажи ей об этом. Скажи, ей будет приятно. Я не хочу, чтобы вы были в антагонизме вот в этом, понимаешь? Он ни к чему хорошему не приведет. Вы должны быть друзьями. Продолжение следует... 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 А Эрика выйдет, это все увидит, и все, пары нет. Я тебя так люблю, дядя Туша. Я тебя так люблю, дядя Туша.